Добрый день, друзья! С вами снова мастерская Иконик. Я, Добнер Алексей и рубрика Дневник Иконописца. Мы снова находимся в супрасле после небольшого перерыва, так как границы были закрыты и мы не могли выехать. Но все же мы снова здесь и продолжаем работу над росписями в этом замечательном храме. Итак, друзья, снова мы в строю, снова на весах. Но, конечно, ситуация в моей стране Беларуси не дает нам спокойно спать, спокойно работать и спокойно выезжать из страны. Поэтому в этот раз мы более плотно столкнулись с такой проблемой, как четкое соблюдение технологического цикла фресковой живописи. Что такое фреска? Фреска от начала и до конца. В литературе, в интернете мы можем прочесть о том, что фреска – это живопись по сырой штукатурке. Но как это работает? Что же это такое живопись по сырой штукатурке? Любая живопись – это система. Станковые живописи по холсту – это система из подрамника, холста, грунта, масляной краски и лаков. В иконе – это система из доски, левкаса, из мела и животного клея, яичные темперы, масла и сейчас лака. Как работает система в иконе? Левкас – достаточно пористый материал. На него наносится яичная темпера, то есть это цветные пигменты, мелко растертые минеральные краски или оксиды. Они смешиваются с яичной эмульсией, как связующим веществом, но это связующее вещество является промежуточным. Когда живопись закончена, икона готова, мы пропитываем всю живопись льняным маслом. Льняное масло проникает сквозь темперу в левкас и запечатывает в одну систему весь достаточно толстый слой вместе с левкасом и краской. Эта система является завершенной. В дальнейшем, так как льняное масло со временем окисляется на кислороде и от ультрафиолета темнеет, мы покрываем икону лаком. Это позволяет сохранить неизменным цвета, чтобы они не зацветали, чтобы они не темнели и не изменялись. Как работает система фрески? Фреска – это тоже система, которая создает из стены с особой подготовкой, слоя предварительной известковой штукатурки, изгашенной извести и двух слоев интонака. Интонака – это, я бы сравнил это с левкасом для иконы, потому как это очень хорошо подготовленная известь, просеянная, процеженная. Она выглаживается практически как левкас. Ну, единственное, что только не блестит. И пока эта система еще сырая, пока интонака имеет достаточно влаги, мы можем писать краской на основе цветного пигмента и раствора гидроксид кальция, который также выступает из интонака и закрепляет нашу фреску. В этих емкостях у нас хранится подготовленная известь для интонака. Сверху собирается слой воды. Это не просто вода, это насыщенный раствор гидроксида кальция. Сверху на этом растворе за несколько дней собирается вот такая твердая корка. Эта корка образуется в результате окисления на кислороде. Именно гидроксида кальция. Она нерастворима в воде. И именно она запечатывает красочный слой на поверхности штукатурки. Это то самое вещество, которое ламинирует нашу фреску. Здесь мы имеем очень жесткие временные рамки. То есть пока из интонака не выделился вот этот закрывающий слой гидроксида кальция, не окислился на воздухе, стена может вбирать в себя краску и закреплять в себе. Как только даже на влажной штукатурке появляется этот невидимый, очень тонкий слой гидроксида кальция, который уже окислился и не растворяется водой, стена перестает вбирать в себя краску и не позволяет закрепиться к красочному слою на себе. Поэтому существует такая проблема. Если художник не успел вовремя нанести красочный слой, и стена высохла, что тогда делать? Причем иногда бывает так, что стена еще влажная, кажется, мы можем писать, но краска не держится. Почему так происходит? Когда мы воздействуем кистью на этот невидимый слой гидроксида кальция, который только начал формироваться, мы его как бы разрушаем и поднимаем верхний слой интонак наверх вместе с краской. Он смешивается, и появляются поры, и новый слой гидроксида кальция выступает наверх. Чем дольше мы пишем фреску, постоянно в какой-то период времени, тем дольше работает вот эта система, и тем больше расширяются временные рамки, в которых мы можем писать. Но стоит оставить на ночь в сухую погоду стену, гидроксид кальция затвердеет, и мы не можем уже писать просто пигментом, растворенным в воде. Поэтому приходится применять какие-то связующие вещества. Всегда художники дописывали фреску красками на основе каких-то связующих. Это были казеин, это была яичная темпера. Но такая проблема в органических связующих, что их ест грибок. Плесень, грибок, они разрушаются со временем, и краска осыпается. Что мы можем наблюдать на древних фресках, которые якобы в дымке, они вроде бы сохранились, но не на 100%. 20% осталось красочного слоя. Это мы можем видеть в Ферапонтовом монастыре, во фресках Дионисия. Вроде бы фрески есть, но там только остались основные цвета. Это очень зависит от качества извести. А качество извести зависит от местности, где добывается материал для производства извести. Допустим, в гористой местности, в Средиземноморье, эта извести будет очень хорошего качества. Она будет жирная, она будет просто очень твердая при высыхании. В ней будет очень много гидроксида кальция, который именно растворяется в воде, получается, грубо говоря, силикат, и закрепляет краску. В европейской местности известь более худая. Она не так хорошо закрепляет краску на себе. Поэтому даже здесь, ну это Европа, да, мы применяем краски на основе вслазующих, чтобы дописать фреску уже по сухой стене. Сейчас так получилось, что не все наши специалисты смогли вовремя выехать из страны, так как они были заняты. Бегут. Прямо здесь. Возле школы. Итак, получается, что иногда не все могут выехать по очереди, соблюдая те временные рамки, которые позволяют фреску начать и закончить именно по-сырому. Поэтому мы заканчиваем фреску сейчас по сухой стене уже. По-сырому были раскрыты цвета. Сделаны какие-то штрихи по ликам, по одеждам, но немного. Мы вынуждены сейчас немножко заканчивать по сухому. Но вся система все равно остается фреской по сырой штукатурке. Потому как в дальнейшем гидроксид кальция от влаги из окружающей среды будет все равно выделяться на поверхность и закрывать пленкой нашу фреску. Это происходит достаточно долго, это проходит годы, но с каждым годом известь становится все тверже и тверже. И наша основа становится крепче и крепче. С ней ничего не происходит. Если даже лить на нее воду целую зиму. У нас был такой случай в Черногории. Мы писали такой же смешанной техникой. И крыша прохуделась. И всю зиму лил дождь. И просто по стене, по нашей фреске лилась вода. Через два года, когда мы приехали взглянуть, как там наша фреска пожелает, мы очень удивились. Фреска не то чтобы испортилась. Наоборот, она стала еще лучше. Она закрепилась еще лучше. Штукатурка стала тверже. Если вы заметили, на древних фресках всегда вокруг трещинок есть такие темные области. Это именно та пленка, которая выделяется сквозь трещинку и закрывает ее сверху, закрывает краску сверху. Краска чуть-чуть темнеет. И этот же эффект мы обнаружили на нашей новой фреске, которой было всего два года. Она выглядела как фреска 15 века. Это меня очень поразило, и я начал копать, почему так происходит. Вот сейчас это рассказываю вам. Поэтому мы абсолютно смело сейчас заканчиваем фреску по сухой стене, используя силикат как связующее вещество. Дело в том, что силикат, силикатная технология жидкого стекла, она была придумана в 1818 году немецким химиком. И фактически этот процесс, он очень схож с химическим процессом извести. То, что мы получаем при окислении извести, вот этот твердый слой, фактически тоже мы получаем при высыхании силиката. Процессы проходят абсолютно те же, и фактически это одна система, которая неотличима друг от друга в высохшем состоянии. То есть есть какие-то, конечно, отличия в нанесении краски. То есть когда мы пишем по сырой штукатурке, стена очень приятно пьет прямо эту краску из кисти. По сухой стене такого не происходит, но есть другие моменты, гораздо более удобные. Мы можем контролировать изменение цвета, мы можем контролировать плотность краски, что мы не можем делать во фреске по сырой штукатурке. То есть нужно предугадать, как изменится краска, когда она высохнет. Иногда на стене она светлеет, а иногда темнеет. И тут нужно тоже понимать всю систему, как она работает. Насколько влажная была стена, когда мы писали в этот период, или насколько она высохла. Сколько извести в краске, есть ли она там, какой пигмент, как изменяется, как они реагируют друг с другом, потому что в щелочной реакции тоже происходят изменения и в самих пигментах. Некоторые пигменты темнеют, некоторые изменяют цвета. Это тоже нужно все прекрасно понимать и учитывать при нанесении красочного слоя. Поэтому, когда мы заканчиваем фреску уже по сухой стене, нам не нужно думать об этом. Нам не нужно учитывать вот эти вот тонкости, которые всегда дают какие-то фокусы. Всегда. Даже если мы практически, и даже если мы думаем, что все знаем об этой системе, мы вовремя нанесли краску на мокрую стену, мы знаем, какие мы пигменты нанесли, мы знаем, как они изменятся, мы знаем, что будет с ними в дальнейшем, но все равно получаются иногда какие-то фокусы, которые очень трудно объяснить. То есть это постоянно нужно анализировать, постоянно какие-то делать лабораторные исследования, чем мы, в принципе, всегда и занимаемся каждый день. То есть мы анализируем то, что у нас получилось, почему так получилось, как это исправить, как этого избежать, или это наоборот такой эффект, которым мы можем пользоваться. Это очень интересно, и это очень люблю. Это называется Reverse Engineering. Такое американское название. Фактически я этим постоянно занимаюсь. Ну, я думаю, наговорил я тут достаточно. Наговорил достаточно, и мы можем приступить к работе. Редактор субтитров А.Семкин